МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телестудия Карачаганак, в студии Майя Амирова. Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию следующий обзор новостей. Проект «ЖАС-КЮЗ» стартовал в Западно-Казахстанской области. СТО ЛЕТ УГОЛОВНОМУ РОЗЫСКУ Теперь об этих событиях подробнее. В Казахстане запущен общенациональный молодежный проект «ЖАС-КЮЗ». На прошлой неделе школы Бурлинского района посетили представителей национального этнографического объединения «Адана». Прибыли они в общеобразовательную школу номер 4, где встретились с его учащимися. Ожидается, что проект сформирует общенациональное движение «ЖАС-КЮЗ» и создаст равные условия для развития сельской и городской молодежи. В настоящее время проект уже стартовал. Арман Аубакр, директор национального этнографического объединения «Адана». По его словам, главная цель – создать условия для духовного, социального, интеллектуального, физического и личностного развития молодежи. Работа общенационального молодежного проекта «ЖАС-КЮЗ» осуществляется при поддержке Министерства социального развития и гражданских инициатив. В проекте задействовано несколько направлений – творческое, социально активное, спортивное, интеллектуальное, а также с точки зрения национальных ценностей. Дети сами будут выбирать направления и участвовать в проекте. Согласно условиям проекта, учащиеся 8-10 классов из Западно-Казахстанской области будут выбирать направления для участия – интеллектуальные, социальные и волонтерские, военно-патриотические, творческие и спортивно ориентированные учителя или преподаватели-предметники ориентированы на развитие способностей учащегося в течение двух месяцев. Проект реализуется в виде конкурса. В конце октября результаты тестирования и результаты участников проекта будут отправлены в ресурсные центры для местной молодежи. В проект будут вовлечены более 28 тысяч школьников Западно-Казахстанской области. Все участники проекта «ЖАЗ-Кьюзет» будут награждены отличительными знаками и удостоверениями, а особо отличившиеся школьники получат значки третьей, второй и первой степени. Мира Султанова, Тимур Тулибергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия, Карачаганак. 5 октября система уголовного розыска Казахстана отметила свое столетие. В связи с этой знаменательной датой для сотрудников отдела внутренних дел Бурлинского района было организовано торжественное мероприятие. Состоялось торжество в районном Доме культуры. Вечер 5 октября ознаменовался большим праздником для сотрудников и ветеранов уголовного розыска. В зале районного Дома культуры собрался весь личный состав отдела внутренних дел Бурлинского района, ветераны службы уголовного розыска, гости торжества. На торжественном мероприятии, посвященном столетию со дня образования службы уголовного розыска, органы внутренних дел прозвучал государственный гимн. Затем заместитель Акима Бурлинского района Ирки Булан Ихсанов от имени Акима Бурлинского района Санжара Алиева вручил ветеранам и действующим сотрудникам ОВД благодарственные письма. Кадр Абдулин и Сергей Бавкун, ветераны органов внутренних дел, начальник отделения криминальной полиции Бауржан Давлитьяров, Бауржан Нурзимбетов, старшеуполномоченный отдела криминальной полиции Азамат Уржанов, Миргали Иркалиев, оперуполномоченный отдела криминальной полиции. Я поздравляю вас со столетия образования уголовного розыска и самое главное хочу пожелать вам здоровья, счастья и сегодня благополучия нашего населения в ваших руках. Поэтому желаю вам больших творческих успехов, чтобы у нас был мир, согласие и благополучное воспитание нашего подрастающего поколения. Благодарственным письмом от секретаря районного маслехата Адлехана Куликешева были награждены следующие гости. Ветеран органов внутренних дел Канат Машгулов, старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции Нариман Черниязов, оперуполномоченные отдела криминальной полиции Нурлан Ахметов и Нурсултан Муратов. Начальник отдела внутренних дел Бурлинского района подполковник полиции Даурену Тегулов с активной деятельностью в сохранении мира и спокойствия в стране вручил благодарственные письма Акиму Бурлинского района Санжару Алиеву и секретарю районного маслехата Адлехану Куликешеву. Ветеран органов внутренних дел Ишбулат Чиктубаев удостоился на торжестве юбилейной медали «100 лет уголовному розыску». В ваших домах, семьях счастья и спокойствия. Здоровья вам крепкого. Работайте так, как работали раньше мы. Пусть ваши дети радуют вас. Кроме того, юбилейной медалью «100 лет уголовному розыску» также были награждены еще 15 человек. А также благодарственные письма от начальника отдела внутренних дел Бурлинского района были вручены председателю районного суда Гамалу Кулмуханову, прокурору Бурлинского района советнику юстиции Нурлану Макатову, начальнику отдела по ЧАЭС и гражданской обороне Рауану Каиргалиеву, начальнику Бурлинского районного отдела Департамента комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области, подполковнику национальной безопасности Еркину Бекпулатову, начальнику отдела по делам обороны Ернару Абдрахманову. Почетной грамотой был награжден оперополномоченный криминальной полиции Тлеген Дауленов. Приказом МВД Республики Казахстан ряд сотрудников получили свои очередные звания и погоны. Далее виновникам торжества были представлены музыкальные подарки от работников культуры, районного центра досуга и сотрудников полиции. Мира Султанова, Тимур Толибергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачагана. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова